Доброе утро! Студия Хорошего Настроения продолжает свою работу. Сегодня у нас 3 ноября, вторник, а с вами вместе Дмитрий Кахной и Саша Каштанова. Вот представьте, проснулись вы с самого утра и насморк, нос заложен, дышать невозможно. Не можете дышать, зато все еще можете смотреть и слышать. И вполне возможно, следующие 10 минут именно для вашего здоровья окажутся крайне полезными. В гостях у нас сегодня в студии Хорошего Настроения заведующий отториноларингологическим отделением для детей Республиканского научно-практического центра отториноларингологии Анастасия Ивановна Северин. Доброе утро, Анастасия Ивановна. Многие этой осенью сталкиваются с проблемой. Вот дует ветер холодный и сразу же появляется насморк. Как сделать так, чтобы в белорусах его стало меньше? Первоначально надо укреплять свой иммунитет. Это закаливание, рациональное питание. И стараться, конечно, не перехлаждаться. Есть такое понятие, что если все-таки настиг кого-то насморк, то если его лечить, то это 7 дней, если не лечить, то это неделя. Согласны ли вы с этим? И в принципе стоит, либо не стоит сразу же бить панику, какие-то антибиотики закапывать? Прежде чем начать лечить насморк, необходимо выяснить его причину. Так как этих причин может быть много. И от различных инфекционных агентов, аллергия, попадание инородных тел. У деток это могут быть увеличенные аденоиды. Поэтому дома можно снять симптомы насморка, заложенности носа, используя сосудосуживающие препараты, но не более 5 дней. Так как они имеют свои побочные эффекты, и к ним очень часто возникает привыкание. Поэтому как первоначальный этап вы можете использовать эти препараты, но лучше при затяжном насморке обязательно обратиться на прием к врачу. Затяжной насморк это сколько дней? Если насморк длится более 7 дней и не помогают курсу назначенного лечения, это повод обратиться к лор-врачу, который назначит по необходимости дообследования и курсы лечения. Чем чреват запущенный насморк? Насморк это воспаление слизистой оболочки носа. Если вовремя не назначить лечение или оно неэффективно, то это воспаление может перейти на слизистую оболочку около носовых пазух возникает синусит, и в полость среднего уха возникает отит. Поэтому довольно серьезные осложнения могут возникнуть от банального насморка. То есть нужно обязательно все держать на контроль. Вы сказали такое слово аденоиды. Вот я не сталкивался с этим словом, но я понимаю, что многие родители, их дети, аденоиды, по-моему, то ли вырываются, то ли вырезаются. В общем, расскажите нам и нашим телезрителям. Аденоиды – это скопление лимфоидной ткани в носоглотке. Аденоиды есть у всех детей, и наличие аденоидов не является заболеванием. Важны их размеры и наличие признаков хронического воспаления. Поэтому, если у вашего ребенка вы наблюдаете постоянную заложенность носа, посапывание во сне, храп во сне, приоткрытый ротик, обязательно проконсультируйтесь с лор-врачом, чтобы узнать степень их гипертрофии, ну и при необходимости, чтобы вам было назначено необходимое лечение. А если раньше удаляли аденоиды под местной анестезией, то теперь под общим наркозом, да, все это производится? Сейчас существует два метода удаления аденоидов. Это под местным и под общим обезболиванием. Выбор метода, он зависит от объема операций, которые необходимо провести малышу, от сопутствующей патологии. Каждый из этих методов имеет свои преимущества, недостатки, поэтому важно также в этом случае учитывать, исключить даже психоэмоциональную травму для малыша. Поэтому выбор методики обезболивания выбирает, непосредственно принимает решение доктор, который лечит малыша. Последствия какие могут быть, если не удалять аденоиды? Это деформация лица. Это из-за того, что плохо дышит нос, плохо вентилируются все органы и системы ребенка. Ребенок становится более вялый, снижается успеваемость в школе, наблюдается также сонливость. Поэтому эти все симптомы очень важны. Уважаемые родители, обращайте на них пристальное внимание. Что касается гормональных препаратов, можно ли относиться к ним с доверием? И что можно сказать о тех, которые производятся сегодня? Сейчас довольно распространены местные глюкокортикостероиды. И эти препараты оказывают местное действие. Они практически не всасываются из желудочно-кишечного тракта. И поэтому те минимальные дозы препарата, которые поступают к нам в желудочно-кишечный тракт после ингаляции в полость носа, они очень быстро метаболизируются и выводятся с организма. Поэтому если препарат назначен врачом, в дозировке назначенной врачом, то, конечно, бывают побочные эффекты, но при правильном использовании это все настолько минимизировано, что самое главное – следовать рекомендациям врача. Как вы относитесь к ингаляциям? Потому что иногда некоторые, следуя народной медицине, варят картошку, накрываются полотенцем. По мне видно, что я это делаю. Но в детстве всякое бывало. Расскажите, стоит ли все-таки прибегать к этому или нет? Если по показаниям и по необходимости, то отношусь положительно. Это помогает облегчить дыхание, устраняет дополнительные симптомы заложенности. Но обязательно это должно быть под контролем специалиста. Есть ли у насморка белорусского какая-то сезонность? Осень-зима, лето-весна. Когда к вам обращений становится в разы больше? Конечно, в холодное время года преобладают насморки так называемой инфекционной природы из-за обилия различных вирусов и бактерий. В весенний период преобладают насморки аллергической природы, когда начинается цветение различных цветов. И тогда пациенты приходят с так называемым аллергическим ринитом. Летом количество насморка, количество ринитов значительно снижается. Итак, давайте, завершая наше интервью, вместе с вами перечислим самые главные моменты, на которых стоит акцентировать внимание, чтобы насморк с человеком не случился. Вот, допустим, если человек спит с открытым окном в квартире, и по утрам у него постоянно заложен нос, это из-за окна или не из-за окна? Для профилактики необходимо проветривать помещение, но, конечно, учитывая необходимую температуру окружающей среды за окошком, необходимо проводить влажную уборку. Если очень сухой воздух в квартире, то необходимо использовать различные увлажнители воздуха. Также важен здоровый образ жизни. Это закаливание, рациональное питание. Также важна различная физическая активность. И все вот это способствует тому, что у человека повышается защитное свойство организма, и, следовательно, более крепкий иммунитет, и это защищает его от всевозможных неблагоприятных воздействий окружающей среды. Вот так вот. Вы дважды сказали слово «закаливание», и вправду закаливание так хорошо влияет на наши носы? Конечно. Что ж, спасибо вам большое. Друзья, держите нос по ветру, и насморка мы вам сегодня не желаем. В гостях сегодня у нас была заведующая отариноларингологического отделения для детей Республиканского научно-практического центра отариноларингологии Анастасия Северин. Хорошего вам дня, и такого же замечательного дня вам, дорогие телезрители. Мы вернемся в студию хорошего настроения после небольшой паузы. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...